Продолжение следует... Еще успехов достигли объединения заводчиков собак в Приднестровье. Мы говорим сегодня с председателем Республиканской кинологической федерации «Зоосфера» Николаем Мражевым. Николай Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Это когда была создана ваша «Зоосфера», для чего, кто туда объединился, сколько было людей в начале и как росла она со своими? Наша организация уже существует более 17 лет. Это был 96-й год, когда после распада ДОСАФа кинологи, как бы, было государственное все это... А это было к ДОСАФу? Нет, вообще были ДОСАФы, а потом уже они как бы упразднились, распад был определенный, и кинологи возникла необходимость к объединению кинологов, для того, чтобы сохранить все-таки те традиции, наработки, которые мы в течение многих лет все-таки было поголовье собак. И вот мы объединились. Вначале, конечно, было очень малое количество животных, как бы, владельцев, заводчиков, буквально единицы. Но постепенно, с каждым днем, с каждым месяцем, годом мы росли. Поэтому, чтобы сохранить традиции собаководства нашего отечественного, наработки, мы поэтому объединили всех владельцев. Наверняка, с ростом числа владельцев был рост и числа пород. Какие породы в основном, вот, у нас любят, ну, скажем, такие распространенные? Есть ли какие-то необычные, экзотические породы? Кто у нас держит, каких собак? Ну, в начале, когда нашего пути, так сказать, гинологического, это была традиционная немецкая овчарка. А любимая советская порода? Других пород очень было мало, они только входили, начинали завозиться откуда-то. Начали ротвеллеры у нас потихонечку, чау-чау поступать, кавказцы в то время. Ну, и дальше с каждым годом стали расширяться породы. Сейчас мы имеем более 50 пород разнообразных у нас здесь, привезенных, полученных здесь. Разнообразие очень большое, практически все. Ну, есть, конечно, такие еще нету, не все представленные, это вон, крупные. Но, тем не менее, вот у нас, это единственное в Молдавии, это мастина Наполитана, собака. Красавец такой. Да, красивый. Вот, какие-то породы чуть уходят, нет, опять новая мода появляется на породы, поэтому разнообразие большое. То есть заводчики не ограничиваются каким-то модой, я имею в виду, ну, вот, то, что у соседа есть, и я заведу, уже как-то сами ориентируются на собственные вкусы, да? Да, вообще есть моды на породы, которые, конечно, нам очень вредят специалистам, селекционерам. Почему же? Ну, вы понимаете-ка, допустим, работа идет с породой в течение какого-то периода, люди выводят генетически хороший материал, и тут пошла мода. Завозится все, что попало, все, что дешевое, что-то вот просто приглянулось, там где-то куплено непонятно у каких людей, и это плодятся щенки. И в дальнейшем спад идет качество породы. Количество большое, а вот качество падает. Проходит время, мода прошла, все, а заводчики истинные, они так моде не подвержены. Они не прыгают с породы на породу, ведут селекционную работу. Поэтому все-таки, но благодаря вот заводчикам, которые у нас в клубе, энтузиастам, мы держим очень хорошее поголовье собак в клубе. И качественные. Качественные, конечно. Почему и нам предложили такие мероприятия. Ну это и сейчас предложили, а вот помните свой первый выезд на международные соревнования клубные, когда это было, и какие тогда были результаты? Ну, первый наш выезд на международный уровень, это наш питомник выезжал, у нас был такой кавказская овчарка, это по кличке Фараон. Он очень был необычайно красивый, его родители были с Москвы привезены в свое время. И вот мы получили его, и мы увидели в нем какую-то перспективу. И решили поехать в Москву. Да, тогда был это кубок мэра Москвы. И вот мы там выставлялись на поезде, поехали с этим кавказцем. Сейчас это трудно представить, как это можно сделать, но тем не менее. И он в классе щенков у нас занял первое место. Недаром вы на него рассчитывали. Да, первый место у нас существует диплом, что вот он победитель этого такого большого престижного выставки. То есть у вас такой пионер, да? Да, вот. Далее, потом уже его потомство мы представляли в Киеве на всемирных выставках, тоже очень хорошо проходили. Так что результаты хорошие. Ну, а когда приняли первый раз у себя? Ну, а у себя мы после, это где-то 98-й год, у нас мы уже выставки стали проводить через два года после образования. Вот сначала у нас было небольшое количество собак и разнообразие пород, но тем не менее опыт был приобретен уже. И через два года мы вступили в международную организацию. Это в России существовало, и сейчас существует организация ИКУ, и мы туда вступили. И стали проводить уже, они также прибыли, была делегация, увидели, что все-таки работа идет, пусть не большое количество животных, но есть хорошее поголовье. И тоже стали проводить международные выставки. И вот практически мы 16-15 лет проводим международные выставки. Ну, вот в самом начале, что ваши коллеги-кинологи знали о Приднестровье, не боялись ли ехать, не думали, что здесь какая-то вот такая дыра, это ужасно, всегда нужно еще не ехать, уж тем более с собаками. Ну, вы знаете, конечно, вначале приходилось объяснять, где это находится, куда надо ехать. В общем-то, люди не то что, просто не знали, где такое Приднестровье, все. Но, побывав первой, стоило только побывать первой команде, допустим, вот с России, у нас приехала с Москвы, то моментально в следующий год уже многие увидели этот вот уровень нашей собак, и как это здорово здесь проходит. То есть, кинологи как бы в разных странах друг с другом. Да, и сразу пошла информация, это своего рода такая реклама была. И стали уже приезжать, посещать других городов. И уже кто был, им хотелось опять нас посетить. И вот с Россией многие традиционно уже приезжают, как бы, периодически, да, с разными собаками, разные питомники, но уже отзывы хорошие. Ну, вот география как расширялась, если продолжать этот разговор, этот вопрос, какие страны начали приезжать сюда? Да, разнообразие, конечно, страны стали приезжать более разнообразные, но потом вот чуть-чуть был спад, пошел в связи, вот когда с распадом Советского Союза же тогда. И все-таки было так, немножко, как бы, границы пугали. Но, тем не менее, сейчас опять это возобновилось, и вот международный выставок, вот последние три года очень больше, много стран стало у нас это посещать. Вот, и из Польши вот приезжают, Болгария традиционно стала приезжать, прямо питомники. Россия возобновила, вот Санкт-Петербург стал приезжать, Москва, Украина делегация, очень много собак. Вот, с Латвии стали посещать, в общем-то, потихонечку тоже. А, дальние зарубежья еще пока сюда не добралось, то есть это, вы перечисляете такой варшавский договор? Ну да, 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 дальние зарубежья все-таки немножко им сложно, немножко пугают таможни границы вот эти. Даже вот сейчас отмечали там, допустим, владельца, то есть немножко сложности на таможне, требуются какие-то дополнительные документы, вот. И их это очень удивляет, кстати, потому что в Европе они свободно пересекают. Ну да, другая, немножко шенгенская зона, там свои законы. Но, тем не менее, наверное, вот тот кубок, который вы провели, повлияет, скажем так, на расширение, опять же, географии. Как было принято это решение? Каким нормативам вы должны были соответствовать? Как вы к этому шли? Значит, ну, мы целенаправленно к этому не шли. Мы шли просто, работали себе и работали. Вот, но когда приехали мы, дело в том, что вот последние два года, с 2000, это, да, год уже больше мы года немножко, состоим в другой международной организации, во всемирном кинологическом альянсе. Мы вышли на эту организацию, и вот теперь это штаб-квартира в Испании. Очень, мы, это довольно-таки молодая организация, и очень разрастается с каждым днем. Там более 80 стран уже в нее входит. Вот, и поэтому, да, и это посетив вот нашу обычную международную просто выставку год назад, они были удивлены. И это представитель, президент в Восточной Европе Ром Петков прибыл сюда, он увидел, и он объяснил так, это в Испании, говорит, что за последний год лучшей выставки я не видел. По организации, по голове животных, ну вот. И было предложено нам провести один из восьми кубков мира, их в году проходит восемь кубков мира в разных странах. И вот один... Этап. Да, этап этих кубков мира предложили нам здесь. Что включает в себя этот этап, какие соревнования проводятся и по каким параметрам оцениваются? Ну, это так же, как и другие международные выставки, это экстерьерные данные. Нерабочие качества экстерьера. Как собака выглядит, как ее генетически все, экстерьер прикус, все полностью сложено из собаки. Вот. Но здесь, что дополнительно это отличается, чем международное, это здесь присуждаются баллы. Наряду с титулами кандидата международной чемпионы, еще за первое, второе и третье место присуждаются баллы. Они потом используются в каких-то других выставках? Да, да. Если на второй выставке вы посетили кубок мира, еще получаете, то по баллам, даже если вы не первое место занимаете, допустим, второе, третье, но по баллам суммируются и в дальнейшем можно получить чемпионы мира звания. Ну, а наши преднестровские получили собаки какой-то оценку? Титулов очень много, да. Кстати, отметили судьи-эксперты, очень возросший уровень собак поголовья, хороший, вот среднеазиатская овчарка, хорошее поголовье, лабрадоры были отмечены, очень хорошее поголовье. Они через год увидели, что намного уровень стал выше. Русский тойтерьер, это порода, вот эти три основные породы очень все-таки хорошего уровня отмечены экспертами. Какие еще впечатления и у участников, и у судей от преднестровского этапа? Ну, самое главное, их всегда поражает наш традиционно проводимый парад собак, где породы представляются, идут, информируются людям. А у них это не проводится такое? Это не проходит нигде, нигде. Это проходило вообще в советское время. Это очень здорово, это каждая порода была поддельствована, она представлялась, рассказывалась о ней. Люди одевали медали на животное, полученные ранее на выставках, и приятно было смотреть. Ну, почему нет, если это получено? У них там медали не даются, вот есть другие организации международные, где медали не даются. Парадов не проходит, вот, поэтому это очень здорово, красная. Даже когда эксперты с Англии у нас были, эксперты-суди, они тоже были удивлены, шокированы, и отметили наш патриотизм, потому что у нас поднятие флага идет, гимн. Ну, понимаете, это очень великолепно, вот, так что здорово. Это действительно очень здорово. Ну, вот, видно, что вы человек увлеченный своим делом, и собакой. Вообще, какими качествами должен обладать заводчик собак? Это только любовь к породе, или это все-таки титанический труд? Ну, вообще, это любовь, в первую очередь. Если, сколько мы уже знаем на своем опыте, вот, начинали кинологи, все, мы хотим питомник, мы заниматься собаками, хотим профессионально. Но какой-то проходит промежуток времени, это сложно, это надо любить, это трудности какие-то, и на нет уходит. Поэтому начальник должно быть внутри, заложена любовь вот к животным. И преданность. Да, и тогда все, я говорю, кинологами не становятся, ими рождаются. Поэтому, если есть любовь, то уже человек идет, несмотря на трудности какие-то, потому что это все-таки животные, бывает, и болеют животные, иногда и погибают, конечно. Все бывает. Но вот именно пройти это все, и дальше заниматься разведением, истинно, и ездить в другие регионы для вязок, чтобы получить хорошее положение, это не каждый может. Поэтому, в общем-то, и благодаря, что вот у нас такие в клубе кинологи есть, и такая команда дорожная, и выставки посещают все, поэтому у нас такое поголовье хорошее в клубе. Николай Романович, спасибо вам огромное за то дело, которое вы делаете. Это, конечно, и любовь, и в то же время вы получаете не только удовольствие, но и какое-то удовлетворение от того, что это у нас здесь в Приднестровье, это что это проводится здесь, мы показываем свою республику. В принципе, можно сказать, что такой маленький, небольшой шажок к признанию вот именно в этой сфере. Но, тем не менее, о нас узнают, и поэтому за это вам огромное спасибо. Удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «В центре». У нас в гостях был председатель Республиканской кинологической федерации зоосферы Николай Рожев. Мы говорили о прошедшей на днях международной выставке собак в Террасполе. Спасибо за внимание. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова